Есть желание обсуждать дальше инклюзивизм? Да, пожалуйста. Вот Андрей Силович хочет что-то сказать. У меня свои, возможно, соображения по реальности, которая стоит за этим словом, потому что довольно расплывчатая, вообще-то, на мой взгляд, тема. Мне представляется, что то, что за этим стоит, не самым удачным образом, оно имеет место, оно не самым удачным образом было обозначено так и описано хакером. Но это, мне кажется, все-таки типично индийский, и это связано с тем, что по-индийски речи и вещи, и мысли связаны не так, как по-европейски, и поэтому по-индийски, в общем, всеми признано, в конечном счете, что самая суть дела не может быть однозначно выражена в словах. Это один аспект. Второй аспект, на который опирается то, что было названо в означенный и усмотренный как инклюзивизм, наверное, такой, по-индийски, всякие неочевидные сущности, что такое очевидная сущность, например, палец, яблоко, кирпич и так далее, всякие неочевидные сущности, ну, допустим, там такая-то тенденция, такая-то линия. Не так однозначно, не так с готовностью отделяются друг от друга, чем в европейском, западном типе ментальности. Поэтому ведь инклюзивизм, говоря широко, в Европе общераспространен. Что значит, говоря широко? Какой-нибудь высокообразованный теолог, который разбирается и в литургии, и во всем прочем, скажет о вере того, кто там малограмотного психоприхожанина. Ты веришь в то же самое, но у меня это все изложено гораздо лучше. Но это не называется инклюзивизмом потому, что по общему признанию и тот и другой, например, католик. А католик и не католик в индийском варианте отличаются друг от друга значительно менее определенно, чем католик, а протестант или кого-нибудь еще на Западе. Поэтому я бы не считал, что во всех случаях так называемый инклюзивизм является стратегией инфильтрации. Это может быть вполне искреннее понимание, потому что границы своего и чужого, или границы компетентности или некомпетентности, они могут перемешиваться, они не непреложно заданы, раз и навсегда для всех, и не вызывают все общего согласия. Вот такое мое соображение. У меня небольшой такой комментарий или вопрос. Не помню, кто из докладчиков об инклюзивизме говорили о том, что по сути по хакеру это признак слабости культуры. То есть слабая культура воспринимает что-то из другой культуры, чего нет в ней самой. Но с другой стороны, насколько я всегда понимала, может быть ошибочно это явление, это как раз признак такого комплекса гиперполноценности культуры. То есть культура заявляет о том, что именно в ней было изобретено впервые то или иное явление, та или иная идея. То есть вот вопрос к кальчикам, которые отвечали, все-таки это признак больше слабости или силы культуры, или может быть это слабость культуры, которая маскируется под гиперполноценностью или под таким манифестированием своего величия. Ну это было, по крайней мере, так сказано, если то точно не у меня, но мне кажется, это опять все очень сильно зависит от точки зрения. То есть откуда мы смотрим, такой ответ и получаем. То есть с точки зрения европейского сознания, конечно, вот неопределенность, неготовность вступать в строгие конфронтации, нежелание отвечать да или нет там, где христианский богослов будет отвечать да или нет. Конечно, наверное, это с нашей точки зрения всегда признак или какой-то нечестности или неуверенности в себе. Мне кажется, наоборот, с той стороны мы выглядим примерно так же. То есть мы, последователи индуизма, мы можем мыслить и так и сяк, а вам вот подавай или так или эдак. И вы не допускаете множественности мнений там, где, на наш взгляд, последователей индуизма, да, она должна сохраняться. Мне кажется, это чисто такая позиционная вещь, которую нельзя как-то однозначно свести к какому-то универсальному выводу, с которым бы согласились все вместе. Тем более, что опять слабость, сила культуры, это же очень оценочные такие вещи. Ну, что я могу добавить, если речь идет сугубо о взглядах хакера, то да, он это утверждал. Но, в принципе, уже оппоненты хакера, вот, в упоминавшемся сборнике, они к этому относились несколько критически. И, да, более того, и сам хакер в своем докладе писал, что вот есть инклюзивизм с позиции слабого, а дальше, когда он пишет о буддистах Махаяны, он пишет, а вот это инклюзивизм с позиции силы, когда они заимствовали каких-то лишневистских богов. Ну, мне кажется, это действительно довольно-таки оценочный момент, и я бы даже сказала, что к сущности инклюзивизма как общего культурного явления имеет достаточно опосредованное отношение. Это какая-то более общая стратегия, которую нельзя свести к слабости или силе. Продолжение следует...